И другим темам. После столетнего перерыва в Спасо-Преображенском соборе Перми состоялось богослужение. А в день Светлого Христового Воскресения митрополит Пермский Ягунгурский Мефодий возглавил там пасхальный молебен. В данный момент в здании храма расположена художественная галерея, но часть помещений уже подготовлена для совершения соборных молитв. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Метод назад в Перми началось строительство Спасо-Преображенского собора. К главному храму епархии примыкал архиерейский дом, семинария и кладбище. В этой церкви служил священномучник Андроник Никольский. Но в 30-е годы храм закрыли и разместили там художественную галерею. Проходят годы, проходят тысячелетия, проходят века. Меняются структуры, меняются империи, уходят в небытие народы, страны и так далее. Все это меняется, потому что это тело, рук человеческих. Но не меняется одно. Не меняется святая церковь, не меняется воскресший Христос. И невзирая на то, что на календаре сегодня 22-й год, казалось бы, 2000, а мы поем «Христос воскресе», так, как пели это апостолы 2000 лет тому назад. Пришло время, и вот потихонечку мы вступили в какую-то маленькую часть этого собора, вот эту вот комнату, которую делали, поставили еще необходимую дополнительную атрибутику, и тогда уже здесь будет совершаться служба. Вот вам пример того, что Бог не победил. В начале этого года галерея освободила для проведения церковных служб часть помещений, где размещались реставрационные мастерские. Кто беспокоится за художественную галерею, могу сказать, что нахождение запасников художественной галереи в этом здании привело к тому, что мы имели большие и колоссальные бюджеты культурных ценностей в этом здании, и об этом могут потянетесь и художественные сомнавы. Не было никакой возможности реставрировать, поддерживать, исходя из отсутствия надлежащей вентиляции, все наши ценности и надлежащие состояния. Сейчас мы, причем экстренно вывозили все запасники в арендованное здание, где я сам там был, созданы замечательные условия для реставраторов. По словам губернатора, новое здание для художественной галереи планируют построить в следующем году, а как только музей переедет, начнется полноценная реставрация кафедрального собора. Сейчас временно устроенный небольшой храм имеет отдельный выход на улицу, что позволяет ему функционировать ежедневно, не создавая трудностей как для работы Пермской галереи, так и для молящихся. Сейчас для нас это великое торжественное событие, то, что есть возможность совершать богослужения, они будут совершаться по графику, по тому расписанию, который сейчас определит наш высокопреосвященный Владикамеход. Еще в 16 веке в Прикамье Строганово основали Спасопреображенский монастырь. Обитель находилась в 200 километрах от Перми. В 18 веке храмы были разобраны, их сплавили по реке Каме и заново собрали в Перми. В том же столетии с учреждением епархии стали строить уже каменный Преображенский собор, но иконостас там остался от древней монастырской церкви, и эту святыню сотрудники музея смогли сохранить.